всем привет сегодня расплавленный алюминий будем помещать на этот вибростол то есть зальем вот в эту форму и включим вот этот вот самодельный вибратор вы много вариантов мне прислали и болгарку прикрутить до вибростола и перфоратором но я решил сделать проще во-первых инструменты мне жалко а двигатели стиральной машинке не сильно конечно по-хорошему надо было делать через привод ну это у меня была заготовка на гриндер когда я начинал свой гриндер делать потом же вы меня переубедили делать на мощный двигатель вот а шкив остался шпильку закрутил распёр двумя гайками и внутри две гайки которые смещают туда или сюда сколько мне надо то есть например вот час на всю смещеное это будет регулятором оборотов крутится все поэтому на половину его оборотов это двигатель на 10000 оборотов где-то на 5000 оборотов моделя этого хорошо дребезжит он по по полу бегает если смещаю ближе к центру то уже например на десяти тысячах оборотов у него мелкая но зато очень частая вибрация то есть можно регулировать ну и вот глядя как он прыгает вибрирует я решил попробовать вот так то есть примерно на 5000 оборотов будет крутиться он и на всю смещенное приварил основание слегка ну слегка так чтоб никакие силы природы его не оторвали включая вибрацию здесь закреплена форма она короче она более-менее нормально стоит не должна над вибрации упасть вот плавить я буду вот этот вот два куска алюминия это сашкиват гриндеры обрезок это я тренировался шпон по сделать а это заготовка которую я плавил тогда только в вакууме помните когда вакуумом но остужал вакууме пор в ней хватает и здесь и здесь то есть и сверху и снизу и добавятся новые и как раз проверим на этой заготовки как сработает вибрация а теперь до горна у меня что сегодня новый горн вот он новый горн обзор на него я уже снял выйдет он через пару недель там полностью расскажу что почем сейчас разгу его и начнем это первый запуск этого горна первый раз я свод с этой улитка его запустил и пока что дрова разгораются тока ну дует хорошо мне нравится забросил я алюминий работает беззвучно вообще не слышно и и тигель уже начал краснеть скоро будем выливать как расплавится мне на солнце не видно вам видно там нет короче дигель краснеет готов алюминий красный уже около 800 градусов сейчас шлаг снимаю и заливаю его покажу что как вибратор работает если сильнее давать сейчас пустая банка она прям выпрыгивает него на резине просто мало видно на вибрацию посмотрите я щас на всю дам банка выпрыгивает надеюсь с алюминием и такого не произойдет все включаю вибратор и заливаю пока помаленьку залью а потом уже вибрирует да видно сейчас вот так смотрим вибрация идет интересно вдруг получится что-то действительно дельные скорость сейчас 4000 оборотов вкусно она так и остается не буду выключать просто наверно ускоренный съем по ключу чтобы вы видели как она зашивает так вот вроде застыл ничего уже не видно тут еще поработает без вас пару минут и будем разворачивать вот она какая получилась отливка на вибростоле здесь это мусор на дне был банки прилипло что-то наверно а может быть шлака сел посмотрим сейчас станок про то чем увидим хочется конечно чтобы помогло но как-то надежды у меня сильно нет не думаю что при вибрации пузыри прям так взяли все и всплыли давайте к станку вот так вот вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь мелкие-мелкие поры, но они есть. Ну, мелкие-мелкие, все равно... Вибрация сработала лучше, чем вакуум. Замечу, что ни цинка, ни флюсов, ничего. Просто переплавил алюминий, который был до плавки с большими порами. То есть вибрация работает лучше вакуума. Поры есть немножко. Может быть, глубже их меньше будет, не знаю. Но я не буду портить заготовку. Сейчас я переверну и вверх. Посмотрим, что сверху. Может, там что-то всплыло. Неизвестные науки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я еще мало снял. То есть здесь я прошел поглубже. Здесь пор меньше, намного меньше. А здесь они крупные. Именно от середины. То есть как раз до того места, где я точил. Сейчас я еще пройду побольше, чем здесь. Сниму, чтобы здесь было тоньше. И посмотрим. Ну и также верхушка сама. Она вся в порох. То есть пузыри, если всплывают, то они не лопаются. Давайте сейчас еще пройдем. Разочек. Снимаем. Снимаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь я уже снял побольше сверху, это вверх, это вниз. Здесь снял больше, но пор все равно больше от середины. А здесь намного меньше, даже не в два раза, тут в разы больше, чем сверху пор. Вот так вот, показать. Ну, видно вам, да, их? Должно быть видно. И разница полностью по всему диаметру. Вот я сколько прокручиваю, здесь пор намного больше, чем здесь. Выходит, быстро застыл алюминий, они просто не успели всплыть. На мой взгляд, так. А там... Ну, напишите свое мнение, что вы думаете. Так, и вот у нас сама верхушка. Она очень пористая. Вот. А теперь специалисты, слушайте, по следующему видео нужно ваш совет. Вот. Я на ютубе, я на ютубе походил, походил, посмотрел про центробежное литье. Там в основном все самоделки, самопалки. Просто скажите мне, центрифугу делать по принципу качели, то есть с одной стороны форма с алюминием будет, а с другой стороны противовес, и раскручивать ее. Или делать все-таки, чтобы форма крутилась вокруг своей оси. Как правильно? Потому что там как-то нехти, мне не понравились те способы, которые там есть. Вот. И я все-таки склоняюсь к тому, чтобы сделать ее центробежную именно вокруг оси, чтобы крутилась форма. То есть на подшипниках, на валу, через ремень, и она будет раскручиваться. Мое мнение такое. Так что жду вашего совета. А пока вот такой результат. Сегодня. Всем удачи, здоровья. Давайте. До новых встреч.